Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и видите даже, и я нахожусь в американском кинотеатре. Это выпуск рубрики «Лёша смотрит», и только что мы вышли с фильма «Guardian of the Galaxy». Кстати, не знаю, как оно по-русски называется, этот фильм «Защитники галактики». Вторая часть. По-моему, фильм удался, было очень смешно, и, наконец-то, мы услышали все эти разговоры в оригинале, особенно «Я, Грут», «I'm, I'm, Грут» в исполнении Вина Дизеля. Я считаю, что за эту роль он должен, наконец-то, Оскара получить. Не знаю, почему мне дали за первую часть, но о подробности чуть дальше. Если в первом фильме мне, например, не очень нравилась вообще сюжетная линия, когда главный злодей, злодей потому что он злодей, и он должен поработить весь мир, более того, как-то это всё решалось каким-то богом из машины, то здесь, во второй части, создатели решили над всей этой фигнёй ещё больше издеваться, чем в первой это было, и постоянно прикалываются над супергеройскими фильмами, и этот сюжет, он ещё, он более логичен, но при этом более маразматичен, как ни странно. Доблюдать за перепалками героев между собой мне очень понравилось. Сюжет о том, кто твоя семья, он использован во многих, во многих фильмах. И, внимание, спойлер, ну, это слабый спойлер, потому что с самого начала фильма понятно, во второй части Guardian of the Galaxy появляется отец главного героя, Старлорда, и вот через весь фильм проходит взаимоотношение с отцом, взаимоотношение между сёстрами Гамора и Небюла, и так далее, и так далее. Ну, слава богу, пафоса в фильме очень мало, и как только начинаются какие-нибудь пафосные разговоры, они обязательно перемежаются шуточками, какими-нибудь замечаниями других героев. Енот отошёл немножко на задний план, теперь Грут у нас самый главный заводила вместе с Драксом. В итоге, пожалуй, из всех фильмов Марвела, Защитники Галактики самые приятные, он наименее пафосный, он самый динамичный, в нём интересно наблюдать, что будет происходить дальше, тут куча героев, за которыми ты переживаешь, судьба которых тебе не безразлична, и которые очень различны между собой. Не знаю, как экшен, как такое приключение, Защитники Галактики, конечно, офигенен. Если вы хотите здесь в нём увидеть что-то оригинальное в плане сценария или каких-то переживаний, то, конечно, этот фильм лучше не смотреть. Сюда приходят за приключениями, за спецэффектами, это всё сделано на уровне и классно. Так что я рекомендую сходить в кинотеатр, если вы ещё нет, а фильм-то идёт больше недели. А на этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого. Смотрите интересное кино.